В эфире спортивный интерес. Здравствуйте! В Удмульте появилась первая баскетбольная команда инвалидов-колясочников. Ребята уже вовсю тренируются на базе Ижевской 10-й школы. Кстати, этот вид входит в программу паралимпийских игр, о которых наверняка мечтают наши сегодняшние гости. Об этом мы сегодня поговорим, но сначала посмотрим сюжет. Баскетболисты тренируются пока раз в неделю. Собираться чаще им не удается. Есть проблемы с выездом из интернатов, особенно у сарапульчан. Но и этого одного раза им достаточно. Они с удовольствием и с какой-то бесшабашной радостью постигают азы игры. Чувствуешь себя не инвалидом. То, что дома в четырех стенах выезжаешь. То чувство, которое было, когда я была здоровая, оно постепенно, когда ездишь на лыжах, вот здесь катаешься, вот это чувство, что я здоровая, что я могу, что я могу на лыжах, по снегу идти. И вот, допустим, с мячом – это самое главное, что я думаю, что в этом. Пробежка, пас, бросок, блокировка и жесткое столкновение скрежет металла. Даже во время тренировочной игры на площадке кипят настоящие страсти. И пусть не все у ребят пока получается. Главное – они вместе. И они в игре. Каждым разом ребята все увереннее и увереннее на колясках. Если первый раз они не знали, за что браться, то ли мяч в руках держать, то ли крутить колеса, сейчас уже как бы… Слажено все. Да, уже… Нет, ну слажено – это еще далеко, но все-таки прогресс, он ощущается. Кстати, тренируются ребята на профессиональных колясках фирмы «Майер». Они легкие в управлении и маневренные. Закупил их республиканский Минспорт. Ну а первый стат ребята планируют провести в августе в Елабуге. Итак, у нас сегодня в гостях тренер команды Николай Безумов, преподаватель физической культуры Сарапульского колледжа для инвалидов Ирина Перечнева. И два игрока – Павел Медведев и Игорь Кривошеев. Здравствуйте. 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 Николай, вы старший здесь, с вас и весь спрос. Как начиналась команда, как создавалась она, кто был инициатором? Хочу сразу оговориться, что команды как таковой пока нет. Есть коллектив людей, объединенный целью научиться играть в баскетбол. Это первая ступень к созданию нашей команды. Играть повыше. То есть это такая первая ступень, скажем, да? Да. А кто все-таки инициатором-то был? Вот чтоб у нас появился этот коллектив. Вот я сам, как любитель баскетболист, я когда столкнулся с ребятами, с инвалидами, помогал благо проводить соревнования. Благо – это организация инвалидов. Да, да. Вот. И тогда я задумался, а почему мы не играем в баскетбол? Тем более он уже существует. Да, естественно. Он уже давно существует и проводятся чемпионаты мира, России. Просто вы перенесли в Удмуртию, я вот так скажу, да? Да. И когда с ребятами поговорил, естественно, не получил никакого отказа. То есть мы выяснили, что вы все-таки стояли в истоках, один из, скажем так, да? Ирина, ну давайте вот скажем, кто входит в состав команды? Я знаю, что вы привозите ребят тоже из Сарапула. Знаете, наблюдаете, помогаете. Вот расскажите немножко об этих людях. Ну, это в основном ребята-колясочники. Дело в том, что мы с Николаем Николаевичем уже давно работаем. Был задан вопрос. Мы давно уже, Николай Николаевич давно уже задумывался по этому поводу. Ну, у меня ребята загорелись. Моя главная цель как преподавателя – заинтересовать ребят. Приобщить их к занятию, скажем так, к физкультуре, потом уже к спорту. И вот те моменты, когда во время игры у ребят начинают гореть глаза, они многого стоят. Когда они приезжают, размахивая руками, начинают объяснять, как это интересно. И когда я сама как преподаватель уже заражаюсь этим же видом спорта и начинаю объяснять уже ходячим, скажем, ребятам об этом спорте, это уже интересно. Сейчас уже ко мне подходят в колледже, спрашивают, что и как, и как это действительно так интересно, как ребята и рассказывают. А это какое-то отношение ребят имели уже к спорту вот у вас в Сарапуле, который в этой команде? Нет. Мы просто начинали с АЗОВ, брали, мячики дали. У нас нет вообще как такового спортивного зала. У нас есть зал, просто говоря, ЛФК. У нас ограничена территория, мы просто в коридоре, на пятачке, как у нас ребята его называют. Ну, главное желание есть. Желание есть, учились передавать мячи. Павел, а чем вас привлек этот вид спорта? Баскетбол и так он сложный, тут еще на колясках играть, это, по-моему, вообще безумно сложно. Да, первый раз, когда садились в коляску, конечно, как-то непривычно, новые какие-то ощущения. Потом у нас какая-то появилась маневренность на этих колясках, интересно стало. Ну и движений, конечно, много. А долго адаптировались вообще? Да нет, одно-два занятия уже как-то более-менее себя чувствуешь. Игорь, а у вас как это было? То же самое так-то. Ну, раньше, что в баскетбол-то играли, в принципе, все навыки те же остались, там, ну, в секцию ходили или что-то. Здесь просто больше приспособлено, там, ну, а также требования, так же, как и у нормальных здоровых людей у нас, так же. Там или пробежка, или что-то, ведение мяча. А чем правило, кстати, отличается? Вот чуть-чуть, коротко совсем. Ну, в принципе, вообще-то ничем так же. Кроме того, что вместо пробежки это два? Да, да. Так же два шага или тоже два раза, два оборота крутить. Крутануть два оборота, да? И так же те же требования. И кольцо так же расположено по высоте. А вот это, наверное, трудно попадать? Да нет, бывает уже. С первого-то не получалось, но потихоньку, потихоньку так же тренируемся. Азарт есть? Какие эмоции на тренировках? Очень даже и сильный. А мне вот интересно, вы, как в спорте, в любом контактном, наверняка сталкиваетесь, происходит, все обходится без травм, без каких-то... Ну, да, коляски-то они специализированы, там уже приспособлены, чтобы нигде не стукнуться, и там где-то крепятся и ноги что-то. То есть специально сделаны вот под уклоном колеса, или? Да, и она устойчива, и что-то, но бывает и падение, что так-то поднимаемся, если что-то... То есть бывает, что и вы летаете в полуигры, да? Да, потому что мы же играем уже с Азартом, и где-то тоже и сталкиваемся, ну, не специально, но где-то боремся за мяч. На скорости. Николай, вот раз о колясках заговорили, мы знаем, что у вас новые коляски. Кто вам их подарил, где взяли, откуда, может быть, из-за границы привезли, наверное, у нас их не собирают. Значит, я задал этот вопрос в Минспорте, и Минспорт откликнулся. Вот перед Новым годом мне замминистра звонит и говорит, выделили вам деньги, покупай коляски. Начали искать эти коляски. Коляски мы нашли в сборной России по баскетболу на колясках, и, в принципе, вот они нам помогли приобрести коляски. Коляски качественные. Чем они отличаются вот от этих обычных, вот на каких сейчас ребята? Ну, первое, маневренность, устойчивость и... Они расположены, колеса, под углом. Ирина, вот правда в Сарапуле, чем еще занимаются ребята? Любят ли спорт? Для чего им нужен спорт? И вы, вот мы знаем, что сами любители, поклонник спорта, вот через что, вот как вы их увлекаете? Как вытащили их? Ну, как? Ну, у нас строго дифференцированный подход к каждому студенту. То есть приходится из кожи вон вылазить, чтобы заинтересовать индивидуально каждого студента. Потому что приходится своими проблемами, кто-то в своей скорлупе, скажем так, находится. Ну, чем вы их, вот как вот, как увлекаете? Все новое. Разговорами, уговорами, где-то хитростью. Сперва попробуем, давайте попробуем, давайте посмотрим. А главное, что это дает? Ну, цель. Дайте студенту, дайте нашему студенту, особенно колясочнику, цель, то есть направление полета. И он у вас взлетит выше, по-моему, даже здоровых детей. А цель какую поставили, кстати, сейчас, вот на данном этапе? Цель – самореализация. То есть мне нужно дать поверить в свои силы, поверить в себя, что колясочники, поверьте мне, я работаю с такими студентами, скажем так, не с ограниченными возможностями, ой, не с отклонениями в состоянии здоровья, а именно ограниченные возможности. Но внутренний мир у них гораздо шире и гораздо с ними интереснее. То есть главное, я прошу прощения, это как раз не какие-то высшие, может быть, спортивные достижения, а вот поверить в себя. А именно здоровый образ жизни, как мы все любим говорить. Как вот вы умудряетесь? Вот я попробовала тут как-то перед вашей тренировкой сесть, значит, на коляску и попытаться одновременно и крутить колеса, и пасовать, значит, и отбиваться от Николая Николаевича, потому что он у меня сопротивление. Как вы это умудряетесь? Вот все в одном сочетании. На коляске. Сложно? С первого раза, конечно, сложно, но постепенно привыкаем. Николай Николаевич нам помогает, подсказывает, как это лучше сделать, какие движения. Все-таки ехать и одновременно бросать. Ну, это все с опытом, наверное, да? И видеть соперников можно еще на площадке. Да, отшлифовывается, знания, навыки там. Николай Николаевич, вот методики, у вас очень интересные тренировки. Где вы взяли, ведь это же тоже своя методика. Откуда берете? Вам тоже приходится учиться. Учите, вы с ними учитесь, да. И тренировки-то у вас разнообразные. Интернет. На сайте есть одна из первых команд, баски, баскетбольная команда инвалидов в Санкт-Петербург. И у них там есть графа, методики. Два австралийских тренера. Они обучают японских студентов. То есть вы как бы вот берете просто? Да, за основу беру и эти тренировки, эти видео-тренировки перевожу на... Они очень интересные, разнообразные. Ну, нам еще до некоторых моментов надо еще доходить. Ирина, вот один из важных моментов, конечно, физическая подготовка, вот владение колясками, чем все это, безусловно, важно. Но есть еще один второй этап, это психологический настрой, ребят, да, вот психологическая составляющая, как спортсменов. Вот как в этом направлении вы, как педагог, как работу ведете? Ну, скажем так, тоже. У вас свои методики, да? Да, и очень тяжело, ребят, убедить, заставить. Где-то уговорами, где-то уже ультиматумом. Бывают и жестко давим. Жесткие разговоры бывают, да? Бывают. Ну, попри напрямую. Мы с ребятами привыкли, они на мне задают вопросы, я им всегда задают вопросы, отвечаю. Также они мне могут задать любой вопрос. У нас с ними идет откровенный разговор. То есть сразу спрашивается цель, цель твоих занятий. А мотивация какая? Вот вы чем их заставляете? Как можно заставить вообще взрослого человека чем-то заниматься? Ну, каждому индивидуально. Кого-то пытаешься, представишь, что ты на чемпионат России поедешь. Это с хитростью. Глаза загорят. А там паралимпийский вид спорта. Направление новое. Почему бы не попробовать? Почему бы не попробовать? А вдруг вот именно это твой вид спорта? Николай Николаевич, кстати, когда первый какой-то официальный старт, с кем проведете его? Где? Есть уже такие наброски у вас? Да, конечно. Вот на сегодняшний день у меня есть договоренность с Елабугой. Там тоже есть команда инвалидов баскетбола на колясках. На август месяц, начало августа, может быть, ближе к физкультурнику, мы собираемся съездить к ним в гости и провести... Уже как бы на официальной такой... Товарищеская встреча, скажем так, да? Ну, товарищескую, ну, первую, да, Витя? Да, да. Товарищескую встречу попробовать. Они, кстати, тоже всего лишь год занимаются. Ну, надо, наверное, еще и о названии команды уже подумать. Нет таких вот... Бренд-то надо создавать. Да. Вот не думали серьезно? Была уже речь. Ну, и какая? Какой секрет? Обсуждение идут. А какие варианты рабочие? Ну, примерно, вот которые можно огласить ребят. Нет, это только с разрешения студии. Ну, хотя бы вот одно-два. Вот вы бы как хотели, чтобы называлось? А сколько вам играть-то? Как ведь корабль на звезд, так он и поплывет? Как-нибудь придумаем, наверное, что-нибудь с победой связано, наверное, или с успехом. Понятно. То есть, с прорывом, потому что, может быть, первая команда. Или со спонсором. Я про это же. Спонсор, да, но из ключевых слов. Ну что, дай бог, чтобы вам правда. И спонсоры у вас всегда были, и проблем не было, и в успехе, и все мечты исполнялись. Главное, чтобы были победы, а спонсоры потом найдутся. Ну что ж, я благодарю, мы благодарим наших сегодняшних гостей. Напомню, что сегодня в нашей студии были баскетболисты Павел Медведев, Игорь Кривошей, их наставники Николай Безумов и Ирина Перечнева. Спасибо вам, удачи и до новых встреч. Ну а мы с вами прощаемся, увидимся ровно через неделю. Будьте здоровы, до встречи.